Йоу, народ, грядёт декабрь месяц, а это значит, что пора предположить, какие игры нам раздаст компания Sony в подписке PlayStation Plus. И если вы здесь впервые, то добро пожаловать на мой канал. Ну а я, пожалуй, начну с Gran Turismo Sport. Я думаю, что эта игра вполне может оказаться в подписке PlayStation Plus за декабрь месяц, так как в начале следующего года, 2022 года, на свет выходит прямое продолжение серии Gran Turismo 7. Поэтому, дабы подогреть пуганы подписчиков PlayStation Plus или же фанатов Gran Turismo, то можно выкинуть в подписку спин-офф Gran Turismo Sport. Ubisoft празднует юбилей существования своей студии, и в честь этого компания раздаёт игрокам бесплатные игры. Правда, только на ПК. Так, например, Ubisoft подарили Splinter Cell, Assassin's Creed, Хроники и Far Cry 3 всем владельцам ПК. А консольщики типа сосольщики и нихера не поучили, думают игроки. Ну, блин, как такое возможно? У вас вообще-то праздник серьёзный, а вы даже зажали в PlayStation Plus за ноябрь какую-то игру перед своей годовщиной. Поэтому, ребята, от себя вам даю гарантию в 1%, что мы получим по подписке PlayStation Plus в декабре месяце The Division 2. На эту игру упала цена, игра умерла и уже не поддерживается. Правильно, слейте это говно в PlayStation Plus. Да и скоро выходит фритуплейный The Division Heartland, а также Ubisoft уже снимает фильм по The Division, так что, в принципе, раздача первой или второй, в лучшем случае, игры в подписке PlayStation Plus была бы кстати. Компания Sony стала очень часто раздавать файтинги, через каждые 2-3 месяца мы получали файтинг игры. Например, за этот год нам уже раздавали Mortal Kombat X, Virtua Fighter V и WWE 2K Battlegrounds. Поэтому, для полного счастья, нам с вами не хватает какого-нибудь Gang Beats. А вот эксклюзивно владельцы PlayStation 5, я думаю, получат Arcade Giddon. Это динамичная многопользовательская игра, в которой, кстати, есть PvE контент и PvP, соответственно. Вам предстоит играть с друзьями и исследовать в Arcade Giddon разнообразные биомы, проходить мини-игры и находить ресурсы. На самом деле, это хорошая игра, несмотря на очень отталкивающую Fortnite графику. Но, игра с интересным геймплеем и задумкой, я бы порадовался такой игре. На этом я заканчиваю свое вещание. Мне очень интересно узнать, какие бы вы хотели игры увидеть в подписке за следующий месяц. И поэтому напишите в комментариях свой прогноз игр за декабрь. Я обязательно прочту все ваши комментарии. Спасибо вам, ценные мои зрители, за внимание. Увидимся в следующих видео.